А это место называется «Скала любви». Здесь, на первом курсе, после первого курса университета, биологический факультет, я, первокурсник Олег Степанов, кое с кем изучал ночных чешуекрылых. Классно было тогда. Помните, ребята? Здесь вдоль забора мы проходили вечером. Здесь так кострище и осталось уже сколько лет. Смотрю, кто-то из нынешних молодых людей уже заготовил себе дровишки на сегодняшний вечер. Так она, по сути, и осталась. «Скала любви». Сейчас мы с вами находимся в деревне Подьяково, в спортивном лагере Кемеровского государственного университета. И здесь сейчас идет всероссийский конкурс тренинг студенческих спасательных отрядов Кемерово-2016. То есть, приехали с многих регионов Сибири, с областей. Ребята студенты, волонтеры. Ну, я этот лагерь помню еще с 1990 года. Здесь проходила моя биологическая практика после первого курса. То есть, здесь настолько все родное и знакомое. Я смотрю, в принципе, мало что изменилось. То есть, стоят те же самые домики, в которых мы проживали. Я надеюсь, скала любви находится на том же самом месте. Никто ее не снился. И она в том же самом состоянии, в отличном. То есть, у меня здесь каждое, в принципе, место вызывает такой особый прилив чувств. Пойдем посмотрим, что же здесь такое изменилось. Что появилось нового, что осталось старенькое. Так, ну, вот сейчас мы крутимся с вами, да. Я вам показываю блок домиков. Вот 38-й домик. Вот этот 38-й домик. Здесь был домик мальчиков. То есть, здесь проживал я и все остальные парни, которые были у нас на нашем, скажем так, в нашем университете, на биологическом факультете. Вот эта вот часть университетского лагеря, если этот лагерь вообще, по сути, это спортивный является лагерь. То есть, здесь приезжали ученики, абитуриенты, студенты, которые занимались физической подготовкой. То вот именно вот эта часть, из года в год, она оставалась биологической частью. То есть, здесь жили студенты-биологи, проходили летнюю практику. Мы тут бегали по деревне Подьяково с очками, чем приводили в смех, скажем так, проезжающие мимо автомобили. Нам все сигналили фа-фа-фа. Мы проходили мимо с очками, да. Ну, естественно, всем это было забавно, это смешно. Но вот я еще раз повторюсь, что вот здесь домик для мальчиков. Ну, я как молодой человек, скажем так, ведущий активный образ жизни, ночевал здесь крайне редко. Крайне редко. То есть, в основном, я где-то тут... Меня, собственно, сюда пригласили для того, чтобы я провел мастер-класс по работе кинологических расчетов. То есть, я рассказал о том, как работает специфика работы кинологических расчетов в условиях чрезвычайных ситуаций. Ну, техногенный завал там или лесной поиск какой-то. Продолжение следует...